привет народ кто приветствую вас в это воскресный вечер по вашему и воскресный полдень по чикагскому привет 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 лариса лариса мамаева пригласил своих фоллоеров огромное спасибо привет мажор да какой же я мажор так а что за нишу выбирайте как построим сейчас вот наше вещание сначала я скажу спасибо тем трем людям которые поставили в прошлый раз больше всего лайков мне потом я расскажу небольшую тему на которой часто есть куча мифов много предпринимателей об этом спорят о выборе ниши чуть-чуть поговорим и потом поотвечаю на ваши вопросы эфир будет недолгим вообще вот перед тем как мы начнем кстати вот бассейн скоро должны открыть на следующей неделе жду не дождусь анжелочка мы с тобой обе тут хорошо какие-то тут свои разговоры знакомых находят хочу огромное спасибо сказать первое виталию пономаренко который на прошлом эфире нам на поставил 1600 лайков михаилу копрову который 764 лайка поставил и ларисе мамаеву который 323 лайка поставил на прошлый эфире я теперь у меня теперь есть такая штука я теперь благодарю всех кто ставит немного лайков огромное вам спасибо если кто-то из вас есть здесь есть ну лариса напишите я скажу чтобы на вас подписывались если тех еще кто-то кого я назвал здесь есть я давайте вас тоже пропиарю вот подписываемся на ларису лариса ставит нереальное количество лайков всегда и знак благодарности буду теперь пиарить хорошо ребят я вас лайкаю анастасия потом в конце я по статистике вижу кто больше всех лайкает и на следующем эфире называю теперь у меня такая сейчас буду биться за лайки видите какой я челлендж устроил хорошо давайте немножко сейчас покажу себя как это делается тут на тему выбора ниши а блин а тимур ты лучший спасибо вот тут был никита он тоже знает что я лучший но он это выражает немножко по-другому он это выражает матом никита к тебе на прошлый эфире я как раз писал рассказывал про свое отношение к троллям мне такой глюк тоже был до анастасия блин почему-то глючит в москве был недавно я только на середине прошлой недели вернулся в четверг так что это ты наш позитивчик спасибо тренинг когда следующий тренинг днк буду уже в конце месяца начинать следующий поток нашу самого крутого тренинга днк продаж и маркетинга про выбор ниши я вам хотел рассказать вкратце очень часто вот когда работаешь новичками люди говорят как мне выбрать нишу как мне начать такой бизнес которым я гарантированно не ошибусь которые гарантированно выстрелят и вот кто из вас видел такие вопросы у новичков как выбрать нишу как не ошибиться это просто вот один из самых часто задаваемых вопросов не хочу раз и навсегда сказать свое мнение по поводу этого по поводу того что бывает на самом деле на самом деле я вас смею разочаровать те кто пытается выбрать нишу и не ошибиться скорее всего вы ошибетесь вот так как оно бывает если взять статистику форбса первые там все бизнеса восемь из десяти бизнесов которые вы начинаете которые вообще начинаются терпят крах в течение первых восемнадцати месяцев то есть представляете восемь из десяти бизнесов закрываются а вы говорите как мне выбрать нишу чтобы гарантированно гарантированно в ней преуспеть скорее всего вы не преуспеете но что реально отличает это то как вы быстрее сообразите как вы быстрее поменяете свою нишу то есть бесполезно постоянно откладывать читать какие-то книжки ходить на тренинг докапывать тимура вопросами а что мне такого выбрать чтобы вот выстрелила лучшее что вы можете сделать это уже что-то выбрать уже начать работать потом быстрее понять что вы не правы и быстрее поменять нишу и заняться чем-то другим если брать мой опыт кто меня хорошо знает мои даже вот если брать интернет проекты сначала был сначала был проект работа сша я обучал людей переезда в америку потом был проект по youtube которым как раз не много знают и вот сейчас вот книгу переиздали по youtube хотя ничего не поменяли внутри но сейчас вышло уже второе издание потом я создал академию социальных медиа обучал социальным сетям потом мне это надоело мне как бы в живые мероприятия стали привозить американцев стали делать свои живые тренинги стали обучать заработка в интернете сейчас я переквалифицировался и в основном только продажам обучаю и фиг его знает чему я буду обучать через пять лет мне даже страшно представить но вопрос ну выбрал я правильную нишу в самом начале да нет потому что в начале я выбрал то что мне стало потом неинтересно я обучал людей как переехать сша да я сильно вкладывался в эти курсы да я много всего делал но мне самому это перестало быть интересно потому что достиг всех своих целей по сша была студенческая программа стажировка рабочая виза потом green card по работе он родителей там друзей перетащил родители делал визы и как бы вот все что еще нужно вот так всю жизнь можно тыкаться да есть такая знаете история генерал шварцкопа когда ему не могли принять какое-то очень важное решение его назначили на это и и он быстро говорит ну надо вот так поступить генерал это же такое важное решение это же люди годами не могли принять решение вот как вы можете так быстро вы же не изучили материал он говорит да но лучше сейчас ошибиться и быстро понять что не право чем еще года я буду выбирать и анализировать как же правильно поступить или нет вот я все время помню эту историю и все время вот хочется вам сказать сколько заработок это не этичный вопрос в америке сколько заработок это только русские друг друга спрашивают сколько заработок хвастается и потом в тайне друг друга ненавидят или не ненавидят если у вас какой-то успешный ученик да полно можете в интернете поискать приходить на мой вебинар я рассказываю кейсы показываю можете отзывы на меня посмотреть у меня идете не одна сотня а какая у тебя машина спрашивают а какая у тебя машина признак успешности знаете забавная такая штука недавно с папой разговаривал и разговаривали о моей сестре и ее мужа я не помню как завелся разговор и он говорит вот сергей молодец вот сергей вот прям вот вообще молодец лексус новый купил ягар пап ну хорошо купил новый лексус ягар пап сколько он работает ну в семь утра уходит в один с вечера приходит да вот ягар пап и ты при этом он называешь успешным то что он купил лексус но при этом у него сейчас трое детей и он не видит свою семью вообще но зато он купил лексус это прям реально так нужно его семье вот этот лексус или его дети были бы более счастливы если бы они потом в два раза больше времени проводили с отцом и при этом у них был бы не лексус они знают машина похуже но вот такие вот почему-то критерии успешности особенно это в россии в америке нет такого в америке всем глубоко пофигу какая у тебя машина ну то есть если ламборгини то да то есть они уже как бы ну ты там да ты уже крутой но если у тебя просто там bmw mercedes там ну это у всех да там bentley это ничего такого нет особенного здесь в этом давайте я вас буду банить все кто тут будет негативом я специально для вас записал прошлый каст про отношение к троллям вот вы называете меня просто говорун ну покажите свои результаты что же вы я рассказывал в прошлом эфире рассказывал что вот тролли это как правило люди не которые тебя в чем-то выше а которые как раз таки ниже и они в чем-то тебе завидуют единственный как они могут себя проявить это так уколоть тебя пытаться потому что у людей у которых все хорошо они не будут ходить по эфирам других и пытаться тебя подкалывать да божечки где же ты находишься я нахожусь в пригороде чикаго тимур ты лучший мы тебя любим я вас тоже люблю напоминаю вам про конкурс лайков кто больше поставить лакции лайков того я буду того я буду пиарить и того я буду любить спасибо что заметил меня да пожалуйста я теперь отвечаю на вопросы как ты думаешь монтаж видео на заказ нормальный ниш конечно нормальный пробуй пересмотри этот эфир и пробуй ты там живешь да я живу сейчас в пригородах чикаго спрашивают как сохранять эфиры вам только что ответила лариса мамаева ставите хэштег сейв название еще одна вещь который я хочу попробовать перископе это купить себе этот вертолет дрон и попробовать вертолета снимать я думаю очень прикольно будет особенно если вот сам чикаго снимать кто считает что это прикольно сейчас поставь сердечек чтобы понимал как сетевом относишься нормально отношусь ну как бы я никогда не занимался сетевым бизнесом но у меня есть клиентов есть очень крутые сетевики прям вот самые крутые крутые и многих топовых сетевиков я знаю опять же там кто-то клиенты кто-то партнеры кто-то там на мои живые тренинги приходят и я считаю это одна из хороших возможностей заработка но сам занимаюсь другим сам занимаюсь информационным бизнесом какая фирма крутая сетевая в сша не знаю вот знаю что мой друг и партнер роберт аллен с которым мы два раза делали интервью в перископе у него есть компания которая называется арыкс в россии они сейчас не очень представлены казахстане они как бы больше сейчас развились чем россии все что я знаю из тех компаний блин прям как фильмах уличка да это вот типичный американский пригород вот как-то так он выглядит у меня родители сейчас не родители сейчас здесь в гостях забрали машину вот я пешком хожу какой штат для миграции посоветуешь что что тебе будет по душе если бы мне нужно было куда-то поехать я бы именно сначала поездил пожил бы в разных местах перед тем как покупать дом и решать куда именно я хочу так уж получается что вот я всю жизнь мечтал переехать к калифорнию ни разу там не бывал просто по фильмам смотрел а потом побывал в чикаго в или ноисе понял что мне чикаго нравится гораздо больше чем калифорния именно поэтому сейчас я живу не уже не в чикаго я девять лет жил в центре чикаго сейчас живу в пригородах потому что тут самых классные школы для детей возможно неуместный вопрос можно ли утверждать что без знакомых нельзя продвинуться по блату смотря в какой стране вот в америке все как бы ну по блату не работают я по крайней мере не видел такого в россии понятно что очень многое по блату опять же если вы хороший специалист вы можете сюда не по блату например то чем я занимаюсь интернет-маркетинг меня вот один знакомый просит найти ему маркетолога говорит давай вот мы из россии найди нам хорошего маркетолога чтобы ты реально мог поручиться зарплата там от 60 тысяч долларов вот там или восьмидесяти я не помню ему у него про маркетинговое агентство и он говорит на диме крутого маркетолога мои партнеры speaking empire говорят тимур у нас них у тебя нету специалиста крутого по воронкам продаж мы бы сделали визу мы бы взяли там вот ну привезли рабочие визы если надо нам нужно чтобы кто-то там строил воронку вот и вам и ответ ну то есть по блату нет но реально вот если кто-то если я знал бы крутого специалиста им бы посоветовал они бы сделали визу вопрос если крутые специалисты по воронкам ну помимо маши я не особо много знаю тимур хочу писать гимны под крупной компанией пойдет ли такая ниша опять ребят попробуйте я не знаю честно сколько стоит средний дом вот но в этом районе наверное дома будет от тысяч трехста пятидесяти стоит долларов но вот эти уже какие-то подороже вот такой будет не знаю тысяч семьсот стоить ты когда не трое работал наверное на работе да тимур когда в питере будешь не скоро это чикагский пригород можете посмотреть по геолокации арнентенхайдж называется пожалуйста а рабочие визы может любая компания делал не совсем раньше рабочие визы было легче получить когда вот я все время получал сейчас большой конкурс то есть есть определенная квота сколько это там десятков тысяч могут делать ежегодно 1 апреля все адвокаты подают визы и там кто первый тот того этапки чьи первые заявки рассмотрят и то есть там получается ну как лотерея я знаю парни который три года вот он не мог получить рабочие виды он наконец чикаго переехал то есть не все так просто спасибо вам за огромный поток сердечек веду ли я здоровый образ жизни ну стараюсь по крайней мере ну час не ем ни мясо ни рыбу занимаясь спортом не ругаясь матом что еще медитирую иногда встаю в 4 утра на утренней медитации какой способ пиара продукта лучше использовать в инете самое сильное что сейчас можно и вот куда бы я инвестировал вот если бы у меня было больше свободного времени это наверное youtube ну и перископ как как один из способов если вы заметили я вот за последнюю неделю был четыре раза полторы даже недели четыре раза в топе россии по перископу и у меня подписчиков было 14 тысяч 14 половиной ты сейчас если заметьте у меня 20 тысяч фолловеров то есть вот где еще вы так быстро можете набрать фолловеры должны тубе не так просто набрать чем перископе но я рекомендую youtube вот если у вас огромная целевая аудитория в youtube и у вас прокачаются все соцсети если вам нужно будет потом вести какие-то тренинги люди будут вас знать просто по вашему youtube каналу как у меня это происходит иногда вот ты ведешь на тему маркетинга воронок продаж продаж в интернете живые мероприятия приходит youtube приходят люди которые меня свое время нашли по теме как переехать с сша нелегалов много в чикаго в самом чикаго не так сам чикаго достаточно дорогой а в пригородах ну есть наверное где можно рекламировать свой сайт не знаю у себя на ютубе у себя на социальных сетях о видите я сейчас немножко вот ну другой район зашел вот эти дома уже наверное кто спрашивал по цене я думаю вот ну может быть даже в районе миллионы будут стоить вот то что вот сейчас вот видите такие они уже как замки еще бы сделали монетизацию в перископе очень узко мыслишь мыслишь кто сейчас это написал дело в том что вот ну взять мой пример допустим я 200 там 60 эфиров провел в перископе каждый день перископил потом когда была следующая программа моя вебинарная джиу-джитсу люди просто ну я прям считал сколько людей не вписалась в эту программу с перископа причем тренинг стоил от 500 до 1000 долларов ну сейчас плюс-минус я уже точно не помню и куча людей пришло именно с перископа они об этом писали именно в вип-пакет вот сейчас у нас один из клиентов купил нашу работу под ключ где я делаю презентацию продающее выступление моя партнер маша делает воронку продаж и сейчас заплатил нам полмиллиона рублей это вот после живого и откуда он знаете перископа то есть вот перископ это еще одна возможность пообщаться с людьми вот то есть дать какую-то ценность людям стать ближе к людям и потом уже если у вас есть что продать если у вас есть у ваша специальность то люди будут приходить к вам потому что они вас знают самый большой психологический триггер который работает это на английском звучит like ability то есть люди идут учиться заказывают услуги не у тех кто им там вот кто супер распиаренный говорит я там самый крутой первый в снг а именно того кого они знают и с помощью перископа с помощью youtube и с помощью инстаграма вы выстраиваете это доверие а ваши услуги нацелены только инфобизнес ну скажем так это половина того чем я занимаюсь не только вот но инфобизнес это то что в принципе нравится это то что я понимаю что у меня есть в этом большая компетентность именно возможность обучаться в америке у крутейших людей у крутейших маркетологов и у крутейших продажников и потом вот использовать знания в россии обучать этом в россии вот я вижу в этом свою миссию как раз таки в а в к за деньги надо рекламу покупать если это вопрос ну наверное надо мы покупаем сейчас у нас ну в основном мы проводим раз в месяц хотя мы сейчас будем раз два месяца трехдневные интенсивы проводим по продажам и маркетингу даже не помню как называется ну можете кстати в рассылке подписаться у меня тимур биз мой сайт сейчас в профиле перископа так вот мы проводим вот если вы туда подпишетесь мы проводим раз в месяц раз два вот этот трехдневный ивент и обычно мы народ собираем с контакта и с фейсбука с платного трафика ну и потом у нас во много раз окупаемость я бы даже сказал десятки ниша какая я занимаюсь обучением продаж я обучаю людей продажам увеличение продаж и это и на вебинарах и один на один и на живых мероприятиях а моя партнерша Мария она занимается тем что обучает воронкам продаж что это на дороге черные полосы ну видите не только в России проблема беда с дорогами и с дураками в Америке тоже быстрая трансляция будет Тимур говорил хах ну бывает это показатель того что тебе нравится то что ты делаешь когда ты вот выходишь ты хочешь быстро провести перископ и пока у тебя не разряется телефон либо пока там не позавер жена ты так же ты так и будешь перископить это значит любимое дело я получаю очень много энергии когда я поступаю ну будь то там видео будь то живой тренинг или перископ у знаменитости рекламу пробовал заказы нет смотря кого считать знаменитости но если вы про звезд шоу бизнеса то нет но тем не менее с ними работаем сейчас вот не буду говорить конкретные имена не знаю можем ли им это рассказывать или нет но но один проект есть совместный с человеком который вы все знаете я уверен какие крутые дома опять интриги а вот видите весь в интригах конечно в интригах будет ли эфиры о стажировках если не надо будет спрашивайте что вас интересует по стажировкам самое лучшее что вы можете делать для людей это быть открытым это вот мое осознание которое наверное уже год я как это понял это когда вот много тренеров пытается говорить прийди на мой платный курс и я тебе все расскажу там а ты говоришь все как есть вот тебя спрашивают спрашивают про твои ошибки спрашивают что у тебя не получилось и ты рассказываешь все как есть и вот это то что сейчас как кислорода не хватает людям у нас самые наверное один из самых сильных продающих ивентов получился под конец года когда мы собрали людей онлайн и мы вместо того чтобы рассказывать какие мы крутые мы рассказывали все что мы делали и мы рассказывали все что у нас не получилось как мы теряли деньги как мы теряли деньги на трафике как не окупали с воронки продаж как закупили трафик с гугл не окупилось как нас забанил get response потому что Тимур отправил не то письмо не тем людям и все мы оказались там чуть ли не выпали из бизнеса летом а у нас был живой тренинг на носу и запуск по ютубу и вот когда ты это все искренне рассказываешь потом приходят очень классные клиенты очень много во первых людей к тебе приходит учиться потому что ты говоришь все как есть а во вторых очень классные сами по себе люди приходят и походу они устали от того что их все время говорят там приди на мой платный тренинг я тебе все расскажу сердечки сердечки спасибо кто у нас там чемпион по сердечкам ребята тысячи уже накликали жаль я не могу о я вижу я вижу что Наталья Филипьева 397 сердечек Беляева Светлана 534 сердечка топ 3 я назову потом в следующем эфире 690 life years какое самое большое количество людей тебе приходили за один раз на обучение на обучение на живом тренинге на обучение там онлайн скажи пожалуйста бесплатно или платно самое большое там бесплатное онлайн ну мы делали на несколько тысяч вещаний выступал на ну если наши то события то максимум человек 800 на бесплатное если на чужих сценах то больше 2000 выступал если на платный тренинг оффлайн приходило больше 200 человек если на платные тренинги онлайн то больше 300 мне нравится когда ты говоришь смотрите как я сейчас вам продам ну это же искренне ты сначала предупреждаешь людей ты говоришь кто из вас понимает что я вам сегодня буду продавать люди понимают все ты в конце продаешь они покупают они уже все это заранее ждают сейчас кстати завтра будет очень крутой запуск джаз клик завтра джаз клик 3.0 будут свою штуку выкатывать новое обновление и завтра будет прямая трансляция джаз клик обязательно посмотрите я ставил сейчас продажи вот буквально час назад олегу горячо завтра у олега будет просто супер мега оффер вот мы его докручивали ну планируется сделать больше 10 миллионов на этом рублей вот ну посмотрим что в итоге выйдет но предложение реально просто прям убийственное всем очень советую есть мнение о бизнес молодости ну я о них все время слышал познакомился с Мишей Дашкиевым на прошлой неделе лично он сначала на наш живой тренинг пришел потом вот на следующий день мы к нему в гости пришли он мне показывал устраивал экскурсию знаю только Мишу ну Петю просто видел там поздоровались и все вот Миша мне очень понравился очень так глубоко мыслит очень мне прям идея нравится и то как они работают нравится так что вот мое мнение позитивное да я про БМ у меня телефон садится пока спасибо за эфир давайте я тоже всем скажу пока спасибо за эфир все лайки я прочитаю в начале следующего эфира а я Продолжение следует...